Беседа 43. 21. Диане. По прекращению мятежа Павел призвал учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Нужно было великое утешение после такого возмущения. Это и делает Павел. Чтобы утешить учеников, он отправляется в Македонию и потом в Элладу. А как много он утешал их? Послушай. Прошедшие те места и, преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали Даасий, Сосипатор, Пирров, Вериянин, Истисалоникийцев, Аристарк и Секунд, Игай, Дервянин и Тимофей и Осийцы, Пихий и Трофим. Они, прошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. Опять терпит гонения от иудеев и возвращается в Македонию. Но что это писатель как будто называет Тимофеевича Сосипатор? Он не говорит этого. Они говорят, предшествовали, прежде него прибыли в Троаду. А мы после Дня Пресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. Мне кажется, что он старался проводить праздники в больших городах. Отплывает из Филипп, где случилось событие в темнице. Теперь же в третий раз он был в Македонии. Филиппийцы заслужили особенное его внимание, потому он и останавливается там. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Посмотри, как они все почитали, маловажные проповеди, все. Тогда была Пятидесятница и день недельный, а он продолжает поучение до полуночи. Он до того заботился о спасении учеников, что не умолкал и ночью. Но тогда в особенности беседовал, когда было спокойно. И смотри, как долго он беседует, притом после времени вечерней трапезы. Но дьявол возмутил, хотя и безуспешно это праздниство, погрузив в сон одного слушателя и свергнув его вниз. А как это случилось, писатель повествует далее. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят к мертвым. Павел сошед пал на него и обнявшего, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взошед же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Смотри, каково представленное здесь зрелище. Ученики, говорят, были собраны, и каково знамение. Сидел, говорит, на окне, и при том самую глубокую ночь. Такова у них была ревность к слушанию. Устыдимся же мы, которые не делаем этого и днем. Но тогда, скажешь, беседовал Павел, что ты говоришь? И ныне беседует Павел, и лучше и тогда, и теперь не Павел, а сам Христос. И никто не слушает. Ни на окне мы сидим теперь, ни голод, ни сон, ни теснота и ничто подобное не беспокоит нас. И, несмотря на то, не слушаем. Достойно удивления, как он, будучи юношей, был не ленив, чувствуя наклонность ко сну, не ушел, и, видя опасность, упав, не устрашился. А что он, уснувши, упал, не удивляйся этому. Он уснул не по лености, а по естественной необходимости. Заметь, как пламенно они были усердны. Они собирались в третьем этаже, так как церкви не было. И не беспокойтесь, говорит, оба душа его в нем. Не сказал, он воскреснет, я воскрешу его. Ну что, не беспокойтесь. Видишь, как он был не тщеславен, как готов доставить утешение. В зашедший, говорит, и преломил хлеб и вкусил. Это прервало беседу, но не повредило. Видишь ли, как не роскошен их ужин. Как они бодрствовали во всю ночь. Трапезы их были таковы, что и после них они оставались слушателями бодрыми, и готовыми к слушанию. А мы чем отличаемся от псов? Видите, какое различие между нами и ими. И привели отрока живым и утешились немало. Весьма утешены были как тем, что получили живым отрока, так и тем, что было знамение. Их 13. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в ас, чтобы взять оттуда Павла. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в ассе, то взявши его, мы прибыли в Метелину. Павел часто разлучался с учениками. Так и теперь сам идет сухим путем, а они отправляются на корабле. Легчайшее предоставляет им, а труднейшее избирает для себя. Идет пешком как для того, чтобы многое устроить на пути, так и для того, чтобы они не отстали от него. И отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса. А на другой пристали к Самосу. И побывавши в Трагелии, в следующий день прибыли в Мелит. Смотри, как он поспешно отправляется за Павлом. Не останавливаются они, но проходят мимо островов. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефист, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Для чего такая поспешность? Не для праздника, но для народа. Он и тем хотел обратить иудеев, что уважал их праздники. И врагов хотел привлечь, а вместе с тем не оставлял и возвещать слово. Потому посмотри, какая произошла польза, когда собрались все, чтобы в то же время не оставить неустроенными дел в Ефиесе. Он распорядился иным образом. Но обратимся к вышесказанному. И приветствовал, говорит писатель, учеников. И здесь опять преподал наведание, доставив великое утешение. Смотри, как он везде действует словом, а не знамением. Часто писатель представляет нам его отправляющимся с Сирией. Причиной были тамошняя церковь Иерусалим. Так сильно он желал устроить все и там. Трада была небольшой город. Почему же он проводит в ней семь дней? Вероятно, он был велик по числу верующих. Пробывши семь дней, ночь на следующий день Павел посвятил на поучение. Так тяжело было разучиться ему с ними и им с ним. В то время, когда нужно было принимать пищу, а было еще не поздно, он начал говорить и долго продолжал поучение. Таким образом, хотя они собрались, собственно, не для поучения, а для преломления хлеба, но он начал речь и продолжал ее. Смотри, как все участвовали в трапезе Павла. И мне кажется, что он и сидя за столом занимался беседой, научая нас почитать все прочее маловажным. Представьте этот дом, где были свечи и множество народа, а Павел посреди всех говорит речь, где многие заняли самые окна, чтобы слышать эту трубу и видеть это благолепное лицо. Каковы должны быть поучаемы и какое они получали удовольствие? Но почему он беседовал ночью? Потому что ему предстояло отправиться и уже более не видеть их. Впрочем, он не говорил этого им, как более слабым, а другим сказал. Притом совершившееся знамение сделало для них этот вечер навсегда памятным. Велико было удовольствие слушателей. Если и будучи прервано, оно потом опять продолжалось, так что этот случай послужил к чести учителя. С другой стороны, отрок, умерший из желания слушать Павла, должен был послужить упреком для всех нерадивых. Для чего, скажешь, писатель излагает подробно, куда они прибыли, откуда отправились, где Павел останавливался и какие места проходил мимо, чтобы показать, что он шел довольно медленно и проходил некоторые места по человеческому соображению. Прибывший туда, он не мог бы не замедлить, потому что не захотел бы огорчить учеников, которые стали бы просить его остаться, или по этой причине, или потому что спешил. Иерусалим. Следовательно, и поэтому он не мог остаться в Ефесии. Смотри, как и он руководится человеческими соображениями, желает и спешит, и часто не получает желаемого. Это для того, чтобы мы не подумали, будто он был выше человеческой природы. Святые и великие мужи имели одну и ту же с нами природу, но не одинаковое произволение, потому они исподобились великой благодати. Смотри, как много они делали и сами собою. Потому он и говорит, чтобы никому не положить притекание, и еще, чтобы служение наше было беспорочно. Вот и беспорочная жизнь, и великое снисхождение. Это и называется благоустроением себя, чтобы стоять на высшей степени высокой добродетели и смиренно-мудрого снисхождения. Послушай, как тот, кто стоял выше заповедей Христовых, был и смиреннее всех. Для всех я сделал со всем, говорит он, чтобы приобресть, по крайней мере, некоторых. Он сам подвергал себя опасностям, как говорит в другом месте, в терпении многих, в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах. И велика была любовь его ко Христу. Если бы ее не было, то все было бы напрасно. И распорядительность, и беспорочная жизнь, и преодоление опасностей. Кто изнемогает, говорит он, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Будем и мы, увещеваю вас, подражать этим словам и подвергать себя опасностям за наших братьев. Представит ли огонь, предстоит ли или меч, бросается на них возлюбленный, чтобы спасти своего сочлена. Бросьте, не бойся. Ты ученик Христа, положившего душу свою за братьев. Ты ученик Павла, восхотевшего потерпеть тысячу бедствий из-за своих врагов и гонителей, исполнись ревности, подражай Моисею. Он увидел обижаемого и отомстил. Презрел царскую роскошь, для угнетенных сделался беглецом и скитальцем. Лишился родных из своего дома. Провел столько времени в чужой стране и не упрекал себя, не говорил, что это. Я пренебрег царство, такую честь и славу. Решился отомстить за угнетаемых. А Бог не презрел на это и не только не возвратил меня к прежней чести, «Но из сорок лет я проживаю в стране чуждой». И было бы правильно, потому что не получил награды. Но ничего такого он не сказал и не подумал. Так и ты, когда делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, хотя бы на долгое время. Не соблазняйся и не смущайся. Тебе непременно воздаст Бог. Чем долей медлит это воздаяние, тем больше будет приращение. Итак, будем иметь душу сострадательную, будем иметь сердтоспособное, сочувствовать страждущим. Не будем жестокими и бесчеловечными. Хотя бы ты не мог оказать никакой помощи. Плачь, скорби, сетуй о случившемся. И это не останется бесполезным для тебя. Если мы должны сострадать тем, которое правильно наказывается Богом, то тем более тем, которое несправедливо терпит от людей. Не из-за души, говорит пророк, военан, плакайтесь о дому, сущего близ ее. Примут скорбь, как бы за посмеяние, Михея 1.10. Иезекииль упрекает в том, что они не были сострадательны. Что говоришь ты, пророк? Бог наказывает, а я должен сострадать наказываемым. Да, этого желает наказывающий. Он и сам не радуется, когда наказывает, но также весьма скорбит. Это место у святого Златоуста весьма значительно отличается от чтения церковно-славянском, да и в русском переводе. Если же и сам наказывающий не радуется, то не радуешься и ты. Но скажешь, когда наказывается справедливо, то, конечно, не должно скорбить. Должно скорбеть о том, что они сделали достойными наказания. Скажи мне, когда ты видишь, как сыну твоему делают прижигание или отсечение, неужели ты не скорбишь? Конечно, скорбишь и не говоришь сам себе, что это. Отсечение послужит к излечению, прижигание к выздоровлению. Но, услышав его рыдание от нестерпимой боли, ты скорбишь. И надежда на выздоровление не может преодолеть естественного сострадания. Так и здесь. Хотя бы наказывали для исправления, мы должны оказывать им братское расположение и отеческую любовь. Наказание Божие – это как бы отсечение и прижигание, но потому мы и должны плакать, что они заболели, что имеют нужду в таком врачевании. Когда кто страдает для венцов, тогда не скорби, как, например, Павел или Петр. Но когда кто терпит достойное наказание, тогда плачь, тогда скорби. Так поступали и пророки. Потому один из них и сказал, «О, горе мне, Господи! Что истребляешь ты остатки Израиля» в Иезекииле 9.8. Мы часто видим наказываемых убийц и других преступников и сожалеем, и скорбим. Не будем рассудительны через меру, но будем милостивы, чтобы нам быть помилованными. Ничто не может сравниться с этим благом. Ничто так не выражает наших человеческих свойств, как милосердие, как человеколюбие. Потому и законы представляют всякое наказание палачам, обязывая судью только произнести приговор к наказанию, а самоисполнение возлагая на них. Так, хотя бы наказание было справедливо, наказывать не свойственно душе любомудрой, но для этого требуется кто-нибудь другой. Потому и Бог наказывает не сам, но через ангелов. Следовательно, ангелы палачи. Да не будет. Я не говорю этого, но они силы, служащие для исполнения наказания. Когда был разрушен Содом, все совершено через ангелов. Когда Египет, через них же. Послание злых ангелов, говорит Салмопевец. Салом 77, 49. Но когда нужно было спасти, тогда действует он сам. Так он послал сына своего для спасения рода. И опять. Тогда, говорит, скажу ангелам, соберите творящих беззаконий и вернитесь в печь. А касательно праведников не так. Но кто принимает вас, принимает меня. И еще. Связавшему, говорит, руки и ноги, бросьте в отьму кромешную. Смотри, здесь действуют слуги. А когда нужно наградить, сам награждает, сам говорит. Придите, благословенный отца моего. Наследуйте уготованные вам царствия. Когда нужно было беседовать с Авраамом, то приходит сам. А когда идти с Содом, то посылает служителей. Подобно тому, как судья поставляет исполнителей казни. И еще. Добрый и верный раб. Во многом ты был, в малом был верен, а многим тебя поставлю. Этого восхваляет сам. А раба Лукао не сам, но слуги связывает. Зная это, не будем радоваться о тех, кого постигают наказание. Но будем жалеть их, будем скорбеть, будем плакать о них, чтобы за это получить нам воздаяние. Ныне многие радуются, даже о тех, которые терпят зло, несправедливо. Но мы не будем так поступать. Напротив, будем оказывать им всякое сострадание, чтобы нам сподобиться человеколюбие Божией благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом, со Святым Духом слава, держава, честь ныне пресно и во веки веков. Аминь.